доброго времени суток дорогие друзья с вами Антонио Кавони и сегодня я хочу вам рассказать и показать как непосредственно я записываю звук в домашних условиях вот все так скажем этапы один за другим но для начала стоит сказать что вначале все работы я ставлю две стойки обычные микрофонные самые дешевые когда-то я вот эту стойку купил года два три назад она стоила рублей 900 800 точно не помню почти точно такая же модель только это полностью черный это как видите серебряная ну не фактически серебряная конечно говорю про цвет она уже стоит где-то тысячи полторы по моему даже может побольше что так вот цены взлетели и соответственно обычный штатив тоже его но я его брал недавно за где-то примерно 1000 с чем-то я думаю его взял без него было очень сложно снимать так что сначала я говорю про стойки вот вам их показываю и штатив здесь все думаю абсолютно просто зачем два штатива ой два штатива две стойки микрофонах дело в том что я сегодня вам покажу как я подключаю непосредственно стерео пару то есть два микрофона чтобы было стерео левое левое ухо и правое ухо и это стерео пара road m5 вот это все дело подключать сложнее в принципе сейчас так и записываю что и музыку имеется ввиду акустические гитары там мандолин и так далее что любые другие видео сразу ставлю как бы две две пары потому что с мне потребуется один микрофон я просто переведу все в моно если потребуется два стерео включая стерео здесь все просто поэтому универсальный набор сейчас у меня появился вокал я записываю через другой микрофон но об этом попозже он тоже от фирмы road я думаю вообще сегодня не буду его упоминать это уже про запись вокал это нужно говорить отдельно сейчас сейчас только конкретно про саму аппаратуру и так что мы имеем здесь дорогие друзья у нас карта focus right на звуковая 2 а и фо фо это значит четыре выхода сзади а есть 2 и 2 то есть два выхода сзади у меня 24 вот когда-то я ее брал мне кажется года два назад за семь с половиной тысяч сейчас она стоит вообще нереальный по моему 19 там что-то такое очень очень страшно залетели все цены на все абсолютно про некоторые я знаю сколько сейчас что стоит про некоторые не знаю далее камера nikon по моему di 52 2 0 я ее брал в первую очередь за того что я люблю снимать видео и собирался снимать видео никон мне нравится как работает с видео плюс здесь на руку конечно не очень удобно управляться но здесь есть вот такой вот дисплей по которому все видно его его можно переворачивать что я успешно делаю ну и самое главное здесь есть микрофонный вход благодаря которому можно писать сразу с хорошим качеством звука видео одновременно что я одновременно пишу и звук и видео на всякий случай можно выложить на youtube можно для личного архива в общем короче говоря камеру я ставлю почти всегда почему бы почему бы и нет в общем то вот так здесь набор всех проводов которые пригодятся нам для того чтобы все это всю нашу эту историю подключить соответственно я вытащил уже из коробки чтобы было удобно орудовать два микрофона роут и так прости пожалуйста штатив и соответственно macbook но здесь не принципиально вообще macbook компьютер обычный или обычный ноутбук там на windows вообще это не имеет никакого значения потому что mac здесь выполняет одну единственную функцию он просто питает то есть соответственно питает вот эту вот штуку благодаря которой все и записывать то есть он просто как батарейка вот поэтому можно использовать любой абсолютно ноутбук компьютер там что у вас есть есть переносные на станции рабочие которые помогают вам записывать всяких экстремальных условиях звук но об этом сегодня тоже говорить не буду буду говорить конкретно что у меня имеется вот вы можете задать мне вопрос антонио откуда на все деньги я вам скажу что все это покупалось течение я думаю лет пяти шести думаю до шести наверное то есть на все это копило все это покупалось абсолютно постепенно сначала одна стойка через много лет вторая и вообще штатив недавно focus right конечно я купил одним из первых потому что без него записывать вообще ничего нереально микрофон и стереопары тоже купил не так давно маг когда-то я брал в кредит вот и два года его выплачивал слава богу все удалось потому что я влюбился в две программы final cut pro и logic pro x соответственно для видео и для аудио вот для музыки и если бы этих эти программы были бы на windows я бы спокойно сидела на windows то есть дело здесь вообще не в каком там железе или принципах или не знаю чем еще здесь момент такой рабочий то есть мне действительно нравятся эти программы я на них работаю успешнее эффективнее всего так уж вышло и потом у меня не получилось пересесть на другие на меду на какие-то аналоги соответственно камера тоже брал где-то два года назад на нее тоже копил но по тем временем она не так дорого стоила провода все в общем все постепенно все совсем не сразу с чего я начинаю начнем все это подключать беру mac ставлю например вот сюда потому что он мне нужен только как питание больше от него мне ничего не требуется вот сейчас я подключу к нему зарядочку как видите у меня есть обычный пока который тоже очень люблю и часто использую но больше в игровых каких-то вещах да вот и я его не использую для записи потому что он очень шумит а преимущество mac в том что он как слышите вы ничего не слышите а потому что он абсолютно бесшумный в этом все и дело поэтому очень удобно очень приятно все через него писать так как про там не нужен пока что потом ставлю аудиокарту focus right вот на это место то есть как видите я сижу там аудио записывается здесь я ничего не контролирую кроме как в наушниках кстати их тоже надо положить о них забыл простите пожалуйста но мы ничего страшного вот наушники сейчас к нему еще провод один удлинитель потому что без него как бы ну все смене чуть не дотянется это логично поэтому сейчас сразу оформим провод что все было у нас адекватно и сразу вот все мы подключили непосредственно удлинитель потом его попозже сейчас подключим непосредственно же карте focus right здесь у меня переходник соответственно стоит на с большого джек на мини джек это мини джек чтобы на обычные наушники можно было подключить хорошо карту мы поставили теперь я буду прикручивать сейчас фокус налажем так один момент вот теперь я буду прикручивать свои микрофоны к стойкам вот так опять нас фокус почему-то ну да ладно с кем не бывает мы цепляем надеюсь ничем и не грохнется из одной руки ну мы все будет хорошо так вот так его сделаем сейчас все об и так поставим чтобы было удобнее подключить соответственно провода далее правое ухо хотя конечно же потом все будет наоборот уже во время записи объясню что еще смело еду попозже код не участвует никаким образом в процессе записи не в подключении это просто приятное дополнение к нашему видеоролику вот микрофон подключили муки теперь берем два xlr кабеля xlr они называются потому что сейчас x я честно говоря не помню что это но lr это left and right то есть он позволяет записывать спокойно все стерео записывает хорошо сочно ярко молодежно современно в общем универсальные провода вот один у меня один здоровый метод метров 9 наверное я его покупал на всякий пожарный мало ли мне придется записывать очень отдаленно давки в девяти метрах от и этот от всего процесса съемки чтобы было чтобы было вот почему бы нет здесь важный момент сейчас мы подключаем здесь у нас получается левый левый вход на левый канал здесь на правый канал сейчас пробуем левый вход подключить и вот так сделать чтобы мне было удобно и вот интересный момент как бы для меня вот сейчас я стою до для меня вот этот стойка является левой вот этот стойка является правой но когда зритель смотрит из камера стоит вот здесь и смотрит на меня для меня сейчас например это стойка правая это стойка левая нужно сделать так чтобы зрителю ну то есть для меня вот сидящего вот так вот это правда это лево должно быть наоборот вот это должно быть право а да вот это должно быть лево соответственно так как у меня вот это получается вещь сейчас праве правая я ее и подключаю а ее и не подключая включая левую извините я совсем забыл что сейчас мы подключаем левую штуку если я сейчас заморочено что-то сказал попробуем может быть еще раз объяснить у нас есть левый вход сейчас нужно сделать так чтобы в левом ухе было соответственно короче говоря вот я сижу смотрю на стойки микрофона они у меня следующим образом это левая это право для зрителей все наоборот для для зрителя зеркально это все отображается поэтому нам нужно из левой и сделать правую а из правой сделать левую и тогда у него будет все замечательно и видеоряд будет чувствовать себя комфортно в комфортных условиях вот здесь важный момент зажмите вот так вот сделайте чтобы не щелкало потому что я честно говоря так запихивать xl рф от безопасней надо запихивать крепко без каких-то там движений вот таких не надо крутить не начал четко взял и засуну сейчас мне будет неудобно это делать одной рукой но мы вот все все засунули нации теперь берем второй провод они стоп вот этот родовский провод у меня 5 метров до что-то я перепутал немного а вот этот провод у меня 9 метров он не родовский но тоже в общем то такой универсальный со одни на самых популярных обычный обычный провод вот мы вставляем сначала теперь вправо и гнездо вот то есть соответственно у нас правое ухо и подключаем его к нашему микрофон так сейчас аккуратненько вот так все готово микрофон у нас подключены здесь нужно немножко раз раз растопырить провода чтобы они сильно не не были в натяге то можно так навернуться когда проходишь мимо когда вся эта конструкция замечательно у нас улетит в трубу еще этот интересный момент насчет уже записи будет связанный с картой но я отдельно сейчас расскажу когда подключу все провода потому что в первую очередь у нас все провода подключаются вот этот провод идет в макбук но сейчас я его не буду подключать это останется у нас скажем напоследок теперь камера снимается крышка объектива посмотрим все ли нормально так себе но протру уже когда поставлю ставим камеру на штатив сейчас моя как бы опять таки одной рукой орудовать в этом плане не очень комфортно мы попробуем все камера зафиксирована стоит крепко ну пока на мере более-менее сейчас мы еще подкрутим чтобы наверняка он вернется такого допускать нельзя конечно же нашей работе открываем дисплей здесь смотрим настройки так здесь нужно перед началом сейчас перед началом фотосъемки нужно повернуть кольцо ничего интересного здесь по настройкам что я снимаю в режиме эй и в мануа не в мену то есть не полностью ручной а на половину автоматизирована по той причине что мне очень трудно контролировать весь процесс так скажем на расстоянии на вот но тем не менее не хочу чтобы камера вытворял какие-то непонятные действия мне но не нужно то есть такое нечто среднее микрофон качество точнее качество чувствительность сейчас мы стоит авто это не подходит нам для съемки с нормальным с нормальным микрофонами я ставлю чувствительность на однушку снимается с на full hd 1080p сейчас вот фокус у нас дал знатного ну не видно короче говоря тут цифра один стоит поверьте мне вот здесь где желтенькая по центру у нас виднеется это у нас цифра 1 сейчас не хочешь фокусировать ну да ладно чувствительность на однушку снимается с на full hd 1080p кадров 1920 на 1080p 30 кадров в секунду вот насчет настройки аудио здесь все переворачиваем но здесь у меня затвор такой интересный и вот он уже нам показывает наше непосредственное видео мы его переворачиваем сейчас сначала мы откроем еще гнездо здесь для того чтобы подключить микрофон вот да а теперь можем уже переворачивать непосредственно видео чтобы я но дисплей чтобы я все видео чтобы я все видел да теперь нам нужно наш карт фокус рад слепить с камерой здесь два провода обычный классический провода для записи или для воспроизведения аудио и видео особенно старых всяких системах здесь у нас два входа видите с для вас получается с левой стороны вот эти два один цифра один цифра два три четыре нам не нужно у нас нет четырех колонок или чего-то такого то есть нам это не нужно мы записываем в одном потоке на шестерию поэтому один и два белое в белое красный красный вот все и вот у нас идет провод на конце него мини джек вот он обычный абсолютно как у вас не знаю в наушниках сейчас у меня тут провод он немного запутался мы поможем ему преодолеть такие препятствия и вот у нас гнездо для микрофона вот оно и мы сюда вставляем наш великолепный провод все готово так теперь вот этот провод вставляется вот сюда это соответственно само питание мы его сейчас вот сюда подключим и вставляю в обычный USB порт вот все видите у нас все загорелось коробочку я убираю чтобы она мне не мешала во время съемки пусть она здесь полежит теперь наушники для того чтобы все слышать все контролировать весь процесс иногда естественно чаще всего я сижу перед вами без наушников потому что я заранее все уже прослушаю и вставляем во вход все с техникой самой техникой в общем то все сейчас естественно буду наклонять микрофоны там все дела ну это и так и думаю понятно что здесь интересно так как у нас микрофоны называются конденсаторными то есть им нужно питание определенная сейчас чувствительность побольше сделаю нужно чтобы у них короче говоря было питание и эта карта все позволяет записывать с помощью этих микрофонов здесь отдельно сейчас я вам расскажу что должно и как стоять два входа левое и правое ухо можно использовать естественно с одним микрофоном с двумя там в любой вход можно будет вставлять здесь не суть важно гейн это чувствительность микрофона то есть сигнал у нас идет от микрофонов попадает сюда попадает сюда здесь нужно регулировать чувствительность на все выкручивать я никогда не выкручив получил он потому что ловит вообще тогда все всех моих соседей котов вообще все записывает есть переключалка на инст и line на инструмент или мы пишем или там не знаю микрофон патефон у меня все время стоит на инст в общем то у меня никаких с этим проблем нет я думаю это не так важно важно следующее ну здесь громкость наушников здесь громкость того как вы слышите в наушниках то что записывается то есть мониторите и вот здесь важный момент очень важный момент ребята вот эта штука где написано input и playback вот нам нужно во время съемки во время записи полностью перекрутить на input чтобы он полностью на сто процентов в себя впитывал входящий сигнал если вы сделаете playback вы запишите целый ролик допустим да и узнаете что у вас нифига не записался звук потому что input не был вытянут на все ну можно конечно вот так сделать наполовину естественно у вас звук будет но если будет полностью playback то никакого звука вы не получите потому что он будет карта будет в этом момент сконцентрирована на других вещах не буду вдаваться в подробности каких потому что ваша задача понять вот так вот на input все на сто процентов влево и все потом переключаю рычажок видите моно это пишется все в один канал бац стерео у нас будет писаться все в два уха чувствительность я вроде выровнял более-менее так скажем ровненько ну вроде бы сейчас еще посмотрю вот 48 вольт питания вольт ватт там не суть важно само питание когда вы нажимаете кнопку карта дает питание микрофоном они начинают работать все дело пошло я сейчас буду щелкать перед микрофонами там руками ногами и вы можете посмотреть что видите все работает я стучу по микрофонам нежно нежно стучу и соответственно он все слушает он все слышит он реагирует так же как и когда сейчас я постукиваю по второму микрофону и он тоже реагирует потому что он в курсе происходящего он работает он молодец вот ребят вся история вся эта система в общих чертах в общих чертах немножко сумбурные я никогда таких вид такого подобного плана не делал надеюсь мне получилось что-то объяснить рассказать хотя бы как это все как это все работает вот так что как я обрабатываю звук в чем потом уже после съемки сырого материала это уже думаю это нужно говорить потом отдельно вот собственно то что я вижу когда снимаю микрофон правда опущены вот но сейчас ничего не опущено вот я могу вам помахать рукой вот так я и вижу что происходит правда у меня здесь мешает вот эта фиговина я не вижу входной сигнал звука вот видите вот он там есть левый правый вот вот почему я записываю с чувствительности на однушку именно в камере по той причине что если я ставлю повышая чувствительность входного сигнала в камеру то очень сильно зарастает уровень шумов который мне не интересен он мне нафиг не сдался вот поэтому такие вот дела ок с вами был Антонио Кавони надеюсь что-то из этого всего было понятно увидимся